Там приходят взрослые гости, а тут, ребята, пришла ваша сверстница. И сегодня вы сможете задать ей свои вопросы и ответить на наши. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-134-56-64. Ярослава, ты выступала в телевизионной программе «Голос детей». Да. Ну, трудно было попасть туда. Ну, как всё это было. Я очень-очень мечтала туда попасть. Прям-прям очень-очень сильно. И вот такой был сюрприз от моей мамы. Кстати, хочу поздравить всех мам с Днём мамы и в том числе мою маму. Сегодня очень хороший праздник. В общем, она мне сделала такой сюрприз небольшой. Подала заявку на «Голос дети». Тогда я выступала на разных конкурсах, и она отослала два видео с этих конкурсов. И вот она мне сообщает, что меня приняли на «Голос дети». И просто такое вот было счастье у меня и у неё. Мы отчасти прыгали и бегали. В общем, это было очень круто, прям клёво. Ну, тебя пригласили. Но это ведь только начало было. Да, это было только начало. Чтобы наступило такое время подготовки. Да. Как готовилась? Ну, мы выбирали песни. Мы тогда приехали из Ростова в Москву в первый раз. У меня было такое восхищение, что Москва очень красивая. В общем, мы подготавливали несколько песен. И одна из этих песен была «Кукушка», которую я и спела на прослушиваниях. То есть это был кастинг перед самим эфиром. Ну, перед самими съёмками. Точнее, перед слепыми прослушиваниями. Вот. Мне утверждили эту песню. Я была очень рада. И, честно сказать, я немного волновалась перед тем, как выйти на сцену и спеть. А что было для тебя неожиданным, таким сюрпризом? Вот ты же смотрела эту программу по телевизору. И не раз. А когда сама вышла на сцену или попала в студию перед самым началом съёмок, что тебя особенно удивило? Ну, наверное, меня удивило то, что очень много людей меня слушали. И мне было немножко волнительно, что вот большой зал такой, ещё плюс звёздные жюри. И это было очень волнительно. А вдруг им не понравится, как я пою, и они ко мне не повернутся. Я прям очень удивилась, когда уже практически под конец ко мне повернулась Пелагея, а раньше Дима Билан. Я очень была счастлива, и у меня прям какие эмоции были. Ну, тебе что-то такое положительное участие в этом конкурсе принесло, да? То есть чему ты там научилась? Ну, там я научилась, что нужно петь с душой. Меня этому научил мой любимый наставник Дима Билан. Я, наверное, научилась там, как сказать, мастерству, что ли, как правильнее петь. Развила свои способности по вокалу. И прямо очень я благодарна. Спасибо всем, кто меня одобрил тогда, кто меня взял на этот проект. Вот, Ярослава, а как твои друзья из школы отнеслись к тому, что тебя показывают по телевизору, что ты долгое время отсутствовала во время подготовки, во время выступления? Ну, когда я пришла в школу, я прям очень удивилась, что все встали, аплодисменты были огромные такие, когда я пришла, и все ко мне подбегали и дарили мне подарки. Тогда просто у меня, наверное, даже шок такой был, что вот так вот... И все говорили, что я молодец, что все мной гордятся так. И я прям была в шоке, наверное, небольшом. У меня никогда тогда еще такого не было. То есть, если и завидовал кто-то, то завидовал по-хорошему, да? Говорят, белой завистью это называется. Есть черная зависть, а есть белая. Кстати, а вот помогали потом тебе ребята подтянуться, скажем, какие-то предметы подтягивали? Ты же пропустила много. Ну да, мне помогали мои одноклассники. Но и сейчас мне помогают уже в новой школе мои подружки. А какие песни вообще вы для конкурса готовили, как выбирали? То есть было несколько же песен, да? Ну, смотря где. На прослушиваниях перед слепыми прослушиваниями или уже на слепых прослушиваниях. Ну, после них, точнее. Ну, в самом проекте. Ну, как это все было. Дальше же идут тройки. Вообще у нас должна была быть... Вообще я должна была быть в другой тройке. Вообще с другой песней. Но уже, наверное, за два дня нам прислали несколько песен. И мы все-таки решили, что будем петь другую все. Нам очень понравилась эта песня. Для ребят хочу сообщить, что программой «Голос» все не закончилось. И Ярославу много чего интересного поджидало. После этого другие проекты случились. И сегодня мы о них обязательно расскажем. Слушайте детское радио. Детское радио. От улыбки хмурый день светлещ. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик забелигает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Да, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Да, а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый хмурый дождик. Сонный лес простится с тишиной. И захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик забелигает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. А дружба начинается с улыбки С голубого речейка начинается река А дружба начинается с улыбки От улыбки станет всем теплей И слоной, и даже маленькой улитке Так пускай повсюду на земле Будто лампочки включаются улыбки И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запеликает на скрипке С голубого речейка начинается река А дружба начинается с улыбки С голубого речейка начинается река А дружба начинается с улыбки Веселые звоночки Это почтальон дядя Саша в гостях у детского радио Ярослава Дегтярева Юная певица и актриса Мы вспомнили, как ты участвовала в телевизионном шоу «Голос» Но ведь ты пришла на проект уже с хорошей вокальной подготовкой И сколько ты занималась до этого? И где? Ну, вообще Я не занималась до этого Как так? Вот так И такое бывает? Да, и такое тоже бывает Ну, как бы ходила, наверное, раза три Да и то, там Просто меня просили спеть что-нибудь Даже в кружок не ходила в школьный? Нет Интересно Значит, у тебя способности были такие врожденные Да Мы тебя послушаем сегодня Потому что у меня и поет и мама, и бабушка Значит, семья поющая Да Какие песни мама, бабушка предпочитают петь? Ой, бабушка любит какие-нибудь такие старые песни из фильмов Мама любит А где вы? Вы семьей там что-то исполняли? Может быть, по праздникам собирались вместе? Кто-нибудь брал в руки гармошку? Или как это все происходило? Такого еще не было Да Бабушка что-то готовит и поет, да? Или мама едет в машине с тобой и напевает, да? Ну, да Мама там включает всякие песни По-разному вообще Ну, скажи, хорошо У меня такие современные более она слушает Вот когда ты была маленькой, кем мечтала стать? Я... Я даже не знаю По-моему, я хотела стать, когда была маленькая Мне всегда бабушка говорила до голоса Что я буду врачом Хорошая профессия А я хотела стать, по-моему, ветеринаром, что ли Или кем-то еще В общем... Ну, ветеринаром Чтобы стать ветеринаром, нужно очень любить Ну, да У меня... Животных Усатых, полосатых Я прям... У меня большая любовь А дома кто живет? Дома... Вот у бабушки живет большая собака Барс И кот Макс Я тоже раньше с ними жила А сейчас уже в нашей квартире У меня живет маленькая собачка-карамелька Она немецкий померанский шпиц Я очень-очень хотела шпица прям всегда Слушай, ну, за маленькими собаками Нужно как-то смотреть повнимательнее И отдельный уход они требуют, да? Ну, она как бы... Она хоть и пушная Иногда, конечно, пух от нее очень много Даже слишком Но она тоже милая Правда, команда не хочет выполнять То есть ветеринаром вполне бы могла стать, да? Ну, да Ну, и сейчас я хочу уже петь Там, в кино сниматься Ой, подожди Вот про кино интересно Ты теперь не только поешь Но и снимаешься в кино Да Уже в двух фильмах снялась Кого играла? Первый фильм был Жги Кстати, он уже вышел Я думаю, уже на интернет-платформах Или как это называют Есть в интернете Да, в интернете Я думаю, уже можно посмотреть Очень хороший такой фильм Я там пела В начале самым я там была И второй фильм называется Заповедник Тоже очень хороший фильм Выйдет 6 декабря Это кино для взрослой аудитории Да? Не детские фильмы Я как бы не помню, сколько там По-моему, 16 плюс По-моему Ну, ты была на съемочной площадке Все там видела Всю подноготную Все секреты выведала, наверное Дети же они такие активные Непоседливые Все им интересно Вот расскажи о том, как фильмы снимаются Фильмы снимаются очень интересно Делают несколько дублей с разных сторон А снимают всякие там интересные штучки всякие Такие Под съемки, да? Ну да Проводятся Очень много камер Снимают тебя с разных сторон Это тоже Очень интересно Вот эти вот штучки, которые Как это называется? Которые там Хлопушка Да, хлопушка Там фильм Такой-то, такой-то Дубль Номер Там, допустим Первый, второй Это тоже очень интересно Перед каждым фильмом Так делается Еще очень интересно Точнее, перед каждой съемкой Когда разбивают тарелку Что за тарелка? Тарелка Там Название Фильма Обычно делается Имена Всех участников Ну да, имена, фамилии всех участников Даже Я там оставила свой автограф И разбивается И по кусочкам На счастье Это такая киношная традиция Да, это тоже очень интересно Разбивать такую тарелку с именами всех участников процесса На счастье Скажи, пожалуйста А вот взрослые артисты тебе помогали на съемочной площадке? Все-таки ты новичок Ну Что-то подсказывали? Или вы не общались с ними? Ну, как не общались? Мне подсказывали Куда, допустим Смотреть В какую камеру Из каких Мне подсказывали Тоже Во-первых Какую Там Я пела Одну песенку Узнаете какую Если пойдете в кино Вот Мне подсказывали Какую именно петь В какую сторону петь А как петь С каким С какой подачей Можно так сказать Там, допустим Легко Сложно Вот такое вот Все А скажи, ты не рабела Когда включались софиты Режиссер кричал Камера Мотор Да нет Нет Не волновалась? Нет, конечно Это было естественно Очень интересно Все наблюдать за этим процессом На съемках были еще ребята? С кем-то подружилась ты? Ну По-моему Там Я одна была маленькая В этом фильме По-моему Ярослава, кстати Это я уже для наших слушателей говорю Снимается в кино Выступает на сцене И вот Сейчас ее пригласили в жюри Теперь ты оцениваешь Творческий потенциал Других Юных артистов Других ребят Об этом мы поговорим скоро Друзья Оставайтесь с нами Кстати, какие песни Ты уже исполняла И вот песня Мечтать Да? Где она звучала? Это Моя авторская песня То есть? Не прекращай мечтать Это моя авторская песня Которую мы написали Ну, как бы Не я сама Прям Это Немножко, мне кажется Сложновато У меня как бы Друзья Уже, которые постарше пишут Но я еще Только пробую 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 вот Вот это вот Написание Но Мы Нам написали Эту песню Подарили нам Эту песню Очень Красивая Очень лиричная Сейчас мы ее Включим, да? Да Ну вот, послушайте Очень хорошая песня О том, что Не нужно Прекращать мечтать Потому что мечты Всегда сбываются Вот как у меня У меня Я очень мечтала У меня появилась Собачка Я мечтала жить В Москве Я живу сейчас в Москве Да, и много Каких-то маленьких Мечт Тоже сбываются Здравствуйте Сквозь годы и минуты Протяни мне руку Я так хочу сказать Взрослые Они ведь тоже дети Как и всем на свете Им тяжело мечтать Мечтать и верить в странное И в жизнь Как разноцветный серпантин Мы полетим Шаг превращая в зима Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Не полетим Куда укажет нам душа Не прекращай мечтать Не прекращай Не прекращай мечтать Здравствуй Пусть звезды светят ярче Взгляни на все иначе И научись летать И улыбнись Какой пустяк Пусть скажется Что сложно Но знай Что все возможно Не прекращай мечтать Мечтать и верить в странное И в жизнь Как разноцветный серпантин Мы полетим Шаг превращая в зима Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Мы полетим Куда укажет нам душа Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Набывая звездам в такт Улыбнись и сделай шаг Мы полетим Мы полетим Мы полетим Куда укажет нам душа Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Нужба летит, куда укажет нам душа Не прекращай мечтать, не прекращай мечтать Веселые звоночки Веселые звоночки И на этом фестивале ты, ни много ни мало, председатель детского жюри Да, это верно Солидно кивает головой Ярослава Ну расскажи, расскажи про сам фестиваль Фестиваль, это вообще, в принципе, слово фестиваль Это как фейерверк Да, такой фейерверк радостный Такой веселый Когда я слышу слово фестиваль У меня почему-то такие яркие краски Такие зеленые, красные Это радостное Так, как Радостное событие Праздничное событие Праздничное радостное событие Вот я была недавно Буквально на прошлой неделе Я смотрела Остров сокровищ Это такой спектакль Очень интересный Очень такой веселый Смешной В каких-то моментах Всем советую Он от шести лет Поэтому тем, кому уже есть шесть лет Приходите, очень интересно И очень тоже хорошо, что актеры контактируют со зрителями Интерактив это называется Да, такой Они выбегают И это очень интересно Очень так весело А куда ты хотела на просмотр? Так В один из театров? Ну да, это было в театре А что еще ты видела? Удалось что-то еще посмотреть? Или пока только один спектакль? Ну вот на следующей неделе Я буду тоже журить Это будут кукольные уже спектакли Мне очень интересно посмотреть, что же это Пока что я смотрела только Остров сокровищ Ну тебе уже программку предоставили Это же все-таки должно быть много спектаклей Много фильмов Много мультфильмов Такие фестивали специальные создаются Чтобы самые лучшие работы для детей Жюри отсмотрело внимательно С каждым познакомилось Не так, что знаешь Сидишь там под конфеточки Под чипсики А внимательно Это же работа все-таки, да? Все это отсмотреть И чтобы потом Выставить свою оценку Свои баллы Участникам Это тоже важно И для участников И в будущем Может быть даже от этого зависит Количество выступлений Количество зрителей Которые будут привлечены К тому или иному спектаклю Или фильму Вот А ты судья строгий вообще? Ну нет Я такая Не строгая Всем бы поставила Пятерки, да? По какой там шкале у вас оценивается? Десятибальный? Пятибальный? Я не помню Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю Ну просто пишешь Хорошо и отлично Отлично или хорошо А еще какие-то спектакли Ты помнишь название мультфильмов? Может быть Или фильмов Которые будут представлены На фестивале Ой, я не помню Нет? Ну у тебя программки Сейчас нет Да, я вижу Как с Сергеем Безруковым Работается? Ой Он очень талантливый актер Очень веселый человек Прям Прям человек позитив Прям такой он Веселый-веселый-веселый-веселый-веселый И он всегда улыбается Да А ты общаешься еще с кем-то И членом жюри? Ну да Со всеми как бы Со всеми познакомилась Ты не один ребенок в жюри Сколько вас? Шесть Все дети? Ну Три человека постарше Три помладше Так То есть, наверное, такое Семнадцать-восемнадцать И одиннадцать Уже обсуждения общие были у вас? Собрания? Жюри нет? Пока не было? И еще нет Ну вот скажи А вот Если так получится Тебе спектакль понравился А остальным участникам Членом жюри нет Ну тогда Что ты будешь делать? Будешь как-то заступаться За этот спектакль? Ну тогда Нужно будет Обсудить Все нюансы Которые там есть И Мне кажется Только все хорошие Тогда им понравится Это Да Нужно просто убедительно Доказать Свою точку зрения Я думаю Они к тебе прислушаются Ребята Сегодня у нас в гостях Участница шоу Голос дети Юная актриса И несмотря на свой юный возраст Еще и председатель Жюри Международного Большого детского фестиваля Ярослава Дегтярева Продолжим наш разговор Через две минуты Детское 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 Звучало много лет И где приставка кина В рулонах кинолент Жила кинокартина Пристал киногерой Петишем кинозале И мы в кино порой С уроков убегали Кино, кино, кино Привычным стало чудо То грустно, то смешно И ждут его повсюду И жаль, что нам сейчас Расстаться с ним придется Кончается сеанс Но с нами остается Кино, кино, кино Кино, кино, кино Кино, кино, кино Кино, кино, кино Иные времена Справляют новоселье И вот уже слышна Везде приставка теле Построен телемост Посредством телекамер И есть телекиоск Он телемузыкальный Ура, ура, ура Теперь приставка теле Пришла твоя пора Мы этого хотели Футбол, концерт, хоккей Мелькают на экране Но не бывает дней Чтоб не было в программе Кино, кино, кино 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 Привычным стало чудо То грустно, то смешно И ждут его повсюду И жаль, что нам сейчас Расстаться с ним придется Кончается сеанс Но с нами остается Кино, кино, кино Кино, кино, кино Веселые звоночки У микрофона почтальон дядя Саша Сегодня мы общаемся с Ярославой Дегтяревой Которая в свои 10 лет не только поет И играет в кино Но и стала председателем жюри детского фестиваля Слушай, как ты все успеваешь? В плане именно чего? Ну как, много же у тебя разных занятий Во-первых, поездки, разъезды Живешь-то ты не в Москве Кстати, после этого эфира я уезжаю опять на съемки В последнее время у меня прям большая, конечно, загруженность Но у меня сейчас в школе каникулы Это очень хорошо Поэтому неделька разъездов А скажи-ка мне, Ярослава Какие у тебя оценки по математике, по-русскому? По математике и по-русскому вообще по-разному Ты не помнишь, что ты там получала? По-русскому я не помню По математике тоже не очень помню Либо пятерка, либо четверка Так, ну скажи, ведь хорошо учиться Это тоже важно, да? Ну да Нужно как-то тянуть Учиться иногда легко, иногда сложно Потому что все-таки пятый класс уже Но учиться-то всегда пригодится, правильно? Ну да Что ты сказал бы ребятам, которые не любят делать уроки И вообще им неинтересно ходить в школу? Ну Должна быть мотивация какая-то У тебя какая мотивация? Меня? Ну скажем, встретиться с подружками Эти мотивации Или порадовать маму хорошей оценкой Хотя, знаешь Есть такой вариант Пусть пообещайте маме, что если вы закончите всю четверть с пятерками Чтобы она вам три желания исполнила любых Вот у меня вот так Но учимся-то мы не для мамы Учимся для себя, это раз Хотя, да Если ты уж дал обещание Если ты его выполнил Это воспитывает силу воли А она любому человеку пригодится в будущем Так ведь? Потому что все же вы собираетесь вырастать Становиться взрослыми Так что тренировать силу воли надо А ты тренируешь как-то силу воли? Она же тоже нужна артисту, актеру Я немного не очень понимаю, что такое сила воли Я забыла Это следование правилам Это выполнение своего слова Вот сказала слово Держись Давший слово держись и крепись Вот Типа как обещание, да? Да, ну это как в армии, знаешь Надо Даже если не хочется Хочется поспать А ты должна вставать, идти куда-то заниматься Через не хочу Через не могу Через устала Вот все это надо перешагнуть Да Это вообще у каждого школьника У каждого студента Кстати, есть такой совет Когда не хочешь просыпаться Нужно зажмурить очень сильно глаза На 20 секунд Да ты что? Да, и тогда поможет Надо попробовать Я тебе другой совет дам Чтобы, значит, не хотелось так вот спать С утра пораньше Нужно вовремя ложить спать И не сидеть с телефоном там до полуночи У меня почему-то не работает никогда Рано ложиться Ага, да Значит, ты сова Но все равно Все равно Все равно Надо вот соблюдать режим дня Потому что, ну, никак по-другому Ребенок должен высыпаться Тогда он будет чувствовать себя бодрым И здоровым весь день И не ходить с Соней Да, и не зевать там В самый ответственный момент Ты еще, кстати, в музыкальную школу ходишь? Ну, в музыкальную школу, да Я хожу Играю на пианино Правда, непрофессионально еще Так Ну, я назову твой любимый предмет Сейчас Это сальфеджио Длинная пауза театральная Нет? Не нравится тебе? Значки разные, нотки Это ж так интересно Мне больше играть нравится Да я знаю, знаю, что многие дети Не очень любят А сальфеджио Я ноты уже знаю, зачем Да, да, да Ну, конечно, больше нравится Знакомиться с инструментом Репетировать, играть У тебя фортепиано стоит в комнате Да, когда захочешь Ну, у меня синтезатор У меня там Много звуков Кстати, очень интересно Можно попробовать Лайм с собакей поиграть, допустим Ну, понятно Или какой-нибудь Такой штучкой Каким-нибудь Гитарой Или барабанами Вот это вот тоже очень интересно Пробовать Одну мелодию И разными инструментами Ну, бывают дети Знаешь, упросят родителей Купить им что-нибудь Такой вот синтезатор Дорогая игрушка Побалуется, поиграет А потом Все неинтересно Ставят в угол А вон там стоит пылица Ну, я думаю, уж купили Если родители инструмент Надо идти записываться В кружок Или в музыкальную школу Да Это очень интересно Развивать свои музыкальные навыки Спасибо Да, Ярослава у нас, кстати Еще не пела пока Да Но зато рассказала о себе У наших слушателей Наверняка тоже есть к тебе вопросы Дадим им возможность их задать Дорогие ребята Звоните в студию Номер телефона прямого эфира 8495-134-56-64 Ну и сейчас Я хочу тебя попросить Исполнить куплет и припев Твоей любимой песни Детской А какую бы ты хотела исполнить? Детской? Детской? Я не знаю У меня как таковой нету любимой песни Но есть песня, которую я пою уже, наверное, сколько лет? Так Пять лет Давай Уже Это Наверное Знают Все такой мультик Холодное сердце называется Да, ее поют все Даже те, кто не умеет петь Даже я тут запел эту песню Ты представляешь? Дядя Саша Поет голосом Эльзы Зрелище необыкновенное Ну, давай тебя послушаем Хорошо, я готова Только мне нужно встать Потому что, кстати, совет вам дам Те, кто любит петь Петь лучше стоя, чем сидя Это точно Пожалуйста Ну, у нас Ярослава готовится Вот она уже практически готова Слушаем Так Наушники Все готовы? Поехали Метель Укроет склоны горных вершин И белым Бела земля Безмолвное Королевство Королевой Стала я А ветер Стонет И на сердце Ураган Мне б его сдержать Но я не могла Не открывай Не открывай Храни секрет Будь хороший Девочка Для всех Закрой все чувства На замок Но тщет на все Отпусти И забудь Что прошло уже Не вернуть Отпусти И забудь Новый день Укажет путь Не боюсь Ничего Ничего Уже Пусть Бушует Шторм Холод Всегда Мне был По душе Спасибо Спасибо Ярослава Я еле Сдержался Чтобы не подхватить И не спеть Дуэтом Вот так Ребята Ярослава Очень серьезно Относится к выступлению Встала Приготовилась Сняла наушники И сделала Все как надо Звоните Задавайте Нашей гостей Свои вопросы Еще раз напомню Номер телефона Прямого эфира 8495 134 56 64 Очень ждем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Веселые звоночки Юная актриса и певица Ярослава Дегтярева Сегодня в гостях у детского радио Ярославе 10 лет Но она уже во многих У нас и Кинопроектах проучаствовала И выступала на большой сцене И в шоу «Голос дети» тоже Принимала участие Заняла там достойное место А сейчас, дорогие ребята У вас есть возможность Задать нашей гости свои вопросы С нами София Добрый день Здравствуйте Привет! Как у тебя дела? Отлично Так, слушаем, София, тебя Задавай свой вопрос Ярослава, я тебя давно хотела спросить Почему ты именно Диму Делана на «Голос дети» выбрала? Наверное, потому что Его творчество Мне знакомо С самого раннего детства И я прям так Очень-очень давно Хотела с ним познакомиться Вот, и поэтому я его выбрала София, ты видела Ярославу во время выступления По телевизору? Да, мы в прямом эфире смотрели Понравилось тебе? Очень Ну, отлично Очень приятно Да, спасибо Мы много раз пересматривали Ух ты Вот видишь Это, кстати, хороший знак София, спасибо тебе За звонок Удачи С нами Настя Алло, здравствуйте Привет Как настроение? Привет, Ярослава Отлично Я хотела спросить Как ты думаешь Тебе будет сложно оценивать Творчество других? Журить? Я думаю Это будет не очень сложно Потому что все творческие Ну, это же ответственность Ну, это ответственность Но я не Как уже повторюсь Я не очень строгая жюри Настя Да Настя А ты чем занимаешься? Может быть, ты тоже поешь у нас? Я? Я пою в хоре Ух ты Так А расскажи, что вы там поете? Песни разные Ну, народные Старинные Или современные? Ну, бывало Всегда по-разному Так Я уже пятый год учусь И мы Некоторые Обработанные От русского хора Некоторые Авторские На гастроли ездите? Где-то уже бывали? Ой, нет Нет пока еще Мы это Выступали Только СДК в Королево У себя Ну, отлично Интересный вопрос А какой твой любимый Певец или певица? Мне? Да У меня Это Очень Постоянно Разные Ну, вот Чаще всего Кого слушаешь? Чаще всего Наверное Ну, вот сейчас Последнее время Сейчас? Да Группы музыкальные Какие-то, да? Ну, да Современные В интернете Наверное Находишь Слушаешь все Что тебе друзья Советуют Подружки, да? Да Ну, понятно Время такое Спасибо, Настя Спасибо Сейчас слово Хотим дать Варе Добрый день Привет Привет Варюша Расскажи Два слова о себе Ты кто? Откуда? Я из Москвы Мне 11 лет Ну, теперь Издавай свой вопрос Нашей гости Ярославе У меня Вопрос К себе Ярослава Вот Как начать Вот сниматься Вот Какие первые шаги Для новичков? В кино Сниматься Да Ну Можно походить В театральную студию Потренируй В себе Какие-то навыки Допустим Смех Натуральный Или Ярость Там Какая-нибудь Злость Отчаяние Потренируй В себе Какие-нибудь Такие вот Штучки Потом Поищи в интернете Какие-нибудь Кастинги И попробуйся В каких-то Кастингах На какие-то Фильмы Ну что ж Варюш Принимаешь К сведению Да Ведь актеры Тоже бывают Разные Знаешь Есть актеры Которые играют Героев Их так и называют В актерской среде Герои А есть актеры Характерные Которые играют Разных персонажей Смешных Может быть Да Или отрицательных Вот тоже надо подумать Какой ты Персонаж Какой ты герой Спасибо Варюша Ну Ярослава Мы с тобой Продолжим Нашу беседу Ребята Слушайте Детское радио Скоро подведем Итоги нашей Встречи В прямом эфире Каждый стук бит Каждый звук хит Мир без музыки и ритма Был забыт Это мой путь В этом вся суть Разобрать судьбу по нотам И рискнуть В мире звуковых схем Где нет ненавицы Я хочу оставить свой след Не важно факт Рок, пак, греки Гип-хоп, лэп Я, сука Триллипоп Мой ход с трех нот Угодать ответ И найти однажды Музыку своих Побед Каждый мой шаг С мыслями в такт На вершину мира Подниму свой флаг Это мой путь В этом вся суть Разобрать судьбу по нотам И рискнуть В мире звуковых схем Где нет ненавицы Я хочу оставить свой след Не важно факт Рок, пак, греки Гип-хоп, лэп Я, сука, диллипоп Мой ход с трех нот Угодать ответ И найти однажды Музыку своих Побед Это флаг, это рок Это мой свет Бросил вызов Тишине Снова рассвет Это фанк Это фанк Это мой свет Не сомкнул ни разу глаз Снова рассвет Это джаз Это танц Это мой свет Бросил вызов Тишине Снова рассвет Веселые звоночки Это почтальон День Саша Сегодня в гостях у Детского радио Была юная актриса и певица Ярослава Дегтярева Ярослава финалистка Шоу «Голос дети» Она играет в кино И скоро выходит фильм с ее участием А еще она председатель жюри Международного большого детского фестиваля Который проходит Сейчас под руководством Сергея Безрукова Ярослава Буквально два слова Что бы ты пожелала нашим Девчонкам и мальчишкам Слушателям Детского радио Я желаю вам счастья Любви Всего самого хорошего Как говорится в моей песне Не прекращай мечтать Мечты всегда сбываются И верьте в чудеса Всем до встречи Спасибо большое Удачи Всего наилучшего Да, ребята Ребята, мечты всегда сбываются Если очень чего Чего-то сильно хочешь Это всегда случается Ну а сейчас Ребята, до свидания До следующей субботы Я, почтальон дядя Саша С вами прощаюсь Но приготовьтесь На Детском радио еще много Интересных и удивительных программ Прямо сейчас слушайте Сказки из плотяного шкафа Веселые звоночки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok